Обвиняемый в непреднамеренном убийстве Екатеринбургского предпринимателя Сергея Титова, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин вновь пропустил заседание суда по своему делу, на этот раз предоставив справку о заражении коронавирусом. Напомним, депутат от ЛДПР Коркин обвиняется в неосторожном причинении огнестрельного ранения из охотничьего ружья 30-летнему Сергею Титову. 5 сентября 2019 года группа мужчин из 8 человек на двух моторных лодках поехала на речную прогулку и рыбалку по рекам Сосева и Лозьва в Гаринском районе. Во время этой прогулки Титов получил ранение головы из охотничьего ружья ИШ-43Е. Раненого доставили на берег, а позже госпитализировали, однако через пять месяцев Титов скончался. Сам Коркин убеждал следствие, что Сергей нечаянно выстрелил в себя сам. Однако сыщики намерены доказать в суде, что выстрел был произведен именно Коркиным. Во-первых, направление выстрела было определено как сверху вниз, что самостоятельно пострадавший никак не мог сделать. А во-вторых, будучи уже лишен речи, но оставаясь в сознании, потерпевший утвердительно моргнул на фамилию Коркин, когда оперативники задавали ему вопросы, кто выстрелил в него. Два других пассажира той лодки выстрелить не могли, так как один находился с другой от Титова стороны и управлял лодкой, а второй спал. На первом заседании суда, проходившем на севере Свердловской области, в Серове, обвиняемый не появился, предоставив больничный лист, хотя в это же время выступал с трибуны законодательного собрания. Во время второго заседания Коркин хоть и появился в процессе, но ходатайствовал о переносе суда в Екатеринбург, так как ездить за 350 километров по зимним дорогам, по его мнению, небезопасно. Сегодня в областном суде в отсутствие депутата как раз и рассматривалось это ходатайство, но в его удовлетворении было отказано. Суд должен будет продолжиться именно в Серове, там, где и расследовалось уголовное дело. По мнению адвоката Дмитрия Жикина, представляющего в процессе интересы потерпевших, все эти движения со стороны Коркина могут быть попыткой оттянуть рассмотрение дела по существу до окончания срока давности. По непреднамеренному убийству он составляет всего два года и закончится уже в сентябре 2021-го.